Лидия Васильевна Ходякова Но поскольку я хоровик, то, конечно, я буду говорить о роли в хоровом коллективе, о роли руководителя в хоровом коллективе. Ну, начнём с самого начала. Вот, допустим, руководитель решил создать коллектив. С чего начнётся? Он придёт, ну, скажем, в Дом культуры и перво-наперво посмотрит то помещение, где он может заниматься. Скажем, подмещение подходит, есть инструмент, достаточно воздуха, значит, можно заниматься. Теперь надо будет определиться, а какой коллектив он хочет создать. То ли это будет женский коллектив, то ли это мужской, а может это будет смешанный. А может быть, это будет коллектив рождаться на базе учреждения образования, тогда это может быть детский или студенческий коллектив. Ну, скажем, определились и с этим вопросом. Дальше надо будет решить, а что мы хотим создать. То ли это будет группа солистов, то ли это будет ансамбль, то ли это будет хор, потому что от этого зависит количество людей, которые необходимо будет набрать. Затем нам надо определиться, а в каком направлении мы хотим создавать коллектив. То ли это будет академическое пение, то ли будет это народное пение. Это тоже важно выбрать. Затем еще один вопрос. А набранный коллектив, насколько он будет петь голосов? На один, на два, на три. Это тоже нужно решить руководителю. Ну, скажем, все вопросы решены. И мы приступаем к набору участников. Что здесь необходимо? Самый лучший вариант, конечно, если участники, которые приходят заниматься в хор, обладают уже какими-то навыками. Но, как правило, этого не бывает. Если мы говорим о хоровом коллективе, о вокальном коллективе, то участники идут только лишь с какими-то вокальными данными. И руководителю надо обязательно проверить эти вокальные данные, насколько сильный голос, насколько он чистый голос, насколько он высокий или насколько он низкий. То есть проверить диапазон голоса для того, чтобы определить, в какие голоса сажать. То ли в сопроновую, где высокая тесситора, то ли вольтовую, где более низкая тесситора. Вот это важно. Проверить ритмическую сторону слуха, насколько человек может держать ритм, чтобы он в пенсии не убегал или не отставал. Это тоже важно. Ну и, конечно, по возможности проверить гармонический слух. Ну, хотя бы определить, сколько нот он слышит, если я играю на инструменте. Там одну или две, три, сколько он слышит. Если всё это выбрано, набран коллектив, вот наше начинается первое занятие. С чего начать? Конечно, руководителю надо расположить к себе коллектив. Каким образом? Может быть, попросить спеть то, что все знают, какую-то общую песню для того, чтобы участники услышали, а как это будет, когда они вдруг все разом запоют. Это важно. Руководитель может рассказать на первом занятии то, чем они будут заниматься, как они будут заниматься. То есть провести какую-то доверительную беседу, чтобы участники почувствовали какую-то связь между руководителем и участием. Но бывает другая ситуация. Если руководитель приходит в коллектив, который уже существовал, но по какой-то причине, ну, ушёл руководитель, или там что-то случается. Одним словом, коллектив остался без руководства, и приходит новый руководитель. С чего надо начать? Ни в коем случае, как мне кажется, ни в коем случае нельзя говорить, что, ой, вот вы там неправильно пели, вы там вот всё, у вас всё нехорошо, всё это некрасиво. Нет. Даже если они действительно пели неправильно, даже действительно, если у них там что-то нехорошо и что-то некрасиво, не надо об этом говорить откровенно. Руководителю надо очень тактично, постепенно показать им, что вот они это делали неверно. Но говорить об этом не надо. Они и так поймут. Если вы действительно, если руководитель достаточно профессионален и выше по профессионализму того руководителя, который был перед её приходом. Итак, дальше идём. Теперь нам надо разобраться. Мы разобрали коллектив, скажем, опять-таки, новой. Надо выявить людей, которые наиболее активны. Ну, просто по жизненной позиции активны. Кто-то, может быть, где-то занимался, то есть уже какие-то навыки имеет пение. У кого-то больше, может быть, голос сильней, больше способности музыкальной. То есть создать какой-то актив, потому что этот актив будет, конечно, помогать, будет большим помощником для руководителя. Это очень важно, такой иметь актив. Руководитель в процессе работы ещё занимается учебной работой. Ну, если, например, мы говорим о студенческом или детском коллективе, то тогда можно честно и откровенно учить нотную грамоту. А если мы говорим о коллективе возрастного, например, таком, как я работаю, то изучать нотную грамоту, наверное, уже нет смысла. Ну, потому что людям трудно запомнить это всё. А вот какие-то элементы, ну, не то, что в музыкальной грамоте, но расположение нот, как они звучат, какие-то музыкальные штрихи, то есть что-то я могу рассказывать. Ну, например, я вот пропеваю, скажем, какую-то попевку. Допустим, солнце всходит, ночь наступит. Примерно. Я могу сказать, вот покажу руками, как строится эта попевка. Солнце всходит. Будет понятно, что вот мы начинали две нотки на одном месте, а потом был скачок, высоко, а следующая нотка рядышком. Вот это тоже помогает хористам освоить музыкальную грамоту. Ну, только по-своему, по-своему. Конечно, мы также занимаемся воспитательной работой, потому что, когда хор правильно поёт, красиво поёт, то волей-неволей у него уже развивается какой-то вкус. То есть что-то нравится, что-то не нравится. И слушая другие коллективы, уже хористы начинают понимать, что а вот это хорошо, а вот это не очень. Вот тут у них получилось, а вот тут они не смогли что-то такое выполнить. То есть мы уже занимаемся гармоническим развитием наших хористов, что очень здорово. И ещё, мне кажется, что очень важно, нельзя учить петь, если ты сам этого не умеешь делать. Обязательно хормистер, руководитель, должен уметь показать голосом то, чего он хочет добиться. На словах иногда это не скажешь. Проще показать, и тогда становится всё понятно. Ну, например, я хочу добиться, чтобы у меня была бы мягкая вот такая напевная мелодия. Я исполню её, потому что говорить об этом, спойте мягко, спойте напевно. Ну, как это напевно? Может быть, кто-то не понимает. Как это мягко? Это же не постелька, это же ноты, ничего не попробуешь здесь, вот в нашем голосовом аппарате. А на слух воспринимается, это уже легче. Получается так, ну, допустим, «Ах ты, степь широкая!» Вот такое раздольное пение. Попрошу спеть людей, которые пришли ко мне заниматься, и они точно будут так же повторять, потому что это наглядный пример. То есть я к тому, что надо обязательно руководителю обладать вокальными данными и умением владеть своим голосом. А ещё я должна сказать, что руководитель, на него возлагается огромная ответственность по подбору репертуара. Конечно, он должен быть разнообразным, разножанровым, это обязательно. Но в нём должно быть такое, чтобы я могла эти разные жанры объединить, ну, скажем, на одно выступление концертное, что тоже очень важно. Я, вернее, смогу сделать так, если я учу патриотические песни, и я их вот готовлю для концерта, а вторая половинка моей работы – это, скажем, весёлые народные песни. Вместе их поставить я не сумею. Мне надо обязательно между ними какие-то песни подготовить, чтобы у меня был бы мягкий переход вот к этим плясавым песням. Значит, кроме разнообразия, надо ещё прослеживать, чтобы вот эта ниточка связующая была. Бывает так, что руководитель, ну, скажем, посещает какой-то профессиональный коллектив, и очень ему понравилась какая-то песня. Бывает такой. Ну, такая прям песня, что вот овладела, завладела руководителем, что он решил обязательно выучить у себя. Начинает учить и понимает, что голосов для силы этой песни ему не хватает в своём хоре. И тогда он заставляет хор форсировать. Я к чему это говорю? Что руководитель должен соизмерять силу звучания своего голоса с тем, что вот он услышал. Это тоже очень важно. Иногда бывает, что красивая песня звучит так высоко, что она, скажем, звучит, что вот хор руководителя, скажем, мой хор, не в состоянии её спеть. Значит, тогда моя задача, как руководителя, так эту песню развернуть, так её аранжировать. Может быть, мне стоит поменять партии, что-то там такое придумать, какие-то вокализы, чтобы эта песня зазвучала, но зазвучала уже в той тональности, в которой я смогу спеть. Иногда бывает так, что вот замечательный хор собрался, но бывает перевес в партиях. Ну, скажем, 15 человек сопрано и 6 человек альтов. Конечно, никогда это не будет уравнено. Опять-таки надо думать, какой взять репертуар, чтобы вот эта вот разница в голосах была менее заметна. Может быть, стоит отдавать предпочтение, чтобы сольные партии были у сопрано, а альты были бы на подхвате. Может быть, стоит придумать какие-то такие варианты между партией и ещё поделить на партии. То есть сопрано разделить пополам, и они будут петь серединную партию. И такой вариант, это опять-таки должен предвидеть руководитель. Всё это для его задачи. Придя в коллектив, нельзя брать сразу сложные вещи, потому что не может коллектив справиться с большой трудной задачей. Надо начинать с простого. Какие-то небольшие задачки ставить, не очень сложные брать произведения, но постепенно, работая с коллективом, конечно, обязательно надо усложнять работу. Тогда будет рост в коллективе, тогда будет проявляться мастерство коллектива. И ещё мне кажется, что некоторые руководители, вот услыша, как исполняют какую-то песню, другие коллективы, тут же берут её в себе в хор. И получается, ну как вам сказать, пустое такое повторение. Вот этот коллектив не будет интересен. Руководителю надо обязательно искать новые песни, новые варианты, обработки какие-то чего-то. Вот это обязательно нужно делать руководителю. Что касается современного мира, конечно, у нас есть интернет. Великое дело интернет, потому что не всякий дом культуры, дворец культуры имеет оркестр. А, конечно, сопровождение оркестровое всегда лучше, чем один или два там баяна. Это всегда звучит интереснее. Но сейчас с появлением интернета мы можем играть минусовки. Опять-таки руководитель должен найти такую минусовку, чтобы это было бы не синтезаторное, а настоящего оркестра. И в чём ещё сложность? Вот бывает так, что два человека исполняют одну и ту же вещь. Один исполнил её так, а другой исполняет её эдак. Вещи одинаковые. Вот то же самое может случиться и здесь. О чём я говорю? У оркестра, у дирижёра оркестра своё вот это восприятие этой вещи. У него где-то есть кулиминация, как вот он считает. У него где-то есть более важное развитие. И важно, если я беру эту вот минусовку, то мне важно, чтобы вот этот вот эмоциональный вот взлёт в минусовке, и в пении совпадали. Потому что иначе минусовка так и будет чужой. Как бы я ни старалась спеть это хором замечательно, надо, чтобы было бы всё это прочувствовано. Для этого опять-таки руководителю надо обязательно знать характер произведения. Соответствует ли минусовка характеру, вот как руководитель понимает это произведение. Это очень важно. Всё это надо учитывать. Конечно, работа руководителя непростая. Сложная работа. Потому что мы работаем с людьми. А люди все разные. Разные по возрасту, разные по своему восприятию, по эмоциональному настрою. Всё это влияет. И большая бывает радость и награда руководителю, когда выучено произведение. Оно звучит на концерте. И зрители в восторге. Одаривают коллектив бурными аплодисментами и кричат «Браво! Замечательно! Лучшие награды для руководителя!» Я считаю, что нет. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok